Ну ты хоть поздоровайся, тебе жалко что ли? Майский жук Кефир передает всем привет. Я присоединяюсь, вы на канале Разгоняем Алкопоезд. Ну что ж, будем начинать. Руки помыл, кота отпустил, теперь я готов к сябрам. Итак, наша водка, ваша песня. Сябры. Настойка, горько, медовый перец. Мягкая, как белорусская песня, чистая, словно утренняя, роса. Сябры у меня уже бывали, знаем, слышали. Ну, по цвету, сами видите, как по мне, так она бледновато такая, бледня-бледнёй. По составу, который у нас здесь для зорких соколов, еще и от фонаря отсвечивает. Значит, вода, вода, неудивительно, да? Значит, спирт люкс, спирт ароматный, перца красного сладкого, красного сладкого. Значит, спирт ароматной пыльцы цветочной. У меня что-то сразу всплыл сериал Ольга, как она говорила про пяточную пыльцу. Кто знает, что такое педикюр, меня поймет. Дальше. Настой водно-спиртовой перца красного сладкого, спирт ароматной корицы, мед натуральный, ну и там пищевая добавка, дальше там колер один простой. Производитель всего этого дела, ну, конечно, тут хрен найдешь. О, производственная компания Сябры, короче, Республика Беларусь, Гомельский район и так далее, тому подобное. Значит, градусов здесь 38, объем, ну, как вы поняли, 0,5. Вы не слыхали, как поют Сябры, есть дозатор. Блин, ну, жидяк какой-то по цвету. Кстати, вот, я так и не понял этой шутки юмора, почему здесь везде начатся перец-то у нас красный сладкий, болгарский, что ли? Такой. Может быть, немножко злобноватый запах, но, по крайней мере, не спиртяжный. И так пить вредно, и жить страшно, и все мы там будем, и всех еще и с праздниками. Пяточное пыльцовое пахнуло. У меня летний борщик, точнее весенний, зеленый. Сейчас им подожуем. Слушайте, вот я теперь начал очень сильно сомневаться. Просто, в моем понимании, все-таки, если водка с перцем, то это должна быть какая-то перцовка. Здесь, по вкусу, какая-то хреновка. Потому что, ну, здесь везде, вот, действительно, перец красный сладкий. Я на это, честно говоря, тогда не обратил внимания. Просто по вкусу она ни хрена не жгучая. Она, хрен пойму, какая. Но, я скажу так, я думал, это все-таки что-то будет такое злостно обжигающее меня изнутри. Она реально не жжет. Острота здесь какая-то, ну, совершенно другая. Здесь очень-очень сильно отдает какими-то листьями деревьев. У меня теперь немножко порушены планы, потому что я думал сравнивать с перцовкой. Но теперь просто ради прикола я возьму там какая-нибудь, ну, что у меня послабше. Просто на контрасте. Потому что я лично этого прикола не понял вообще, и в чем он, извините, заключается. Я же так понимаю, не один ядок на себя брился, когда думал, что это перцовка. А тут перец сладкий. Красный сладкий. Ну, агрономы, мои дорогие, красный сладкий, это что, это же болгарский? Или что-то я путаю. У меня сегодня, видите, антураж старого такого вагона ресторана, либо советской столовой, но цветочки живые. Давайте, не забывайте за подписку на канал, за лайк, за колокольчик, за группу ВК, за инсту и всякое такое. За ранее спасибо и за вас. Даже несколько листвор, мне сейчас еще напомнило это, вы когда-нибудь жевали у болгарского перца, вот зеленый вот этот вот росточек его. Ну, я не знаю, с какой целью, но просто вот такой вот колоритный привкусец. Плюс здесь какие-то травянистые, такие нотки отчетливо, есть сладость. Но я не скажу, что они сильно спиртяжные, потому что здесь все это вкупе, они нормально все это пролетают, но она не печет, не жжет. Послевкусие, конечно, да долбануто оно, что я говорю. У нас сегодня будет очень много приветов. Так, тут еще и все-таки краситель, то есть она вообще должна быть белесой. Так, первый привет у нас уходит Александру из города Житомир. Александр, здоровья. Я думаю, вообще этот город в анекдотах только существует. Свинья. Слушайте, ну пока у меня полное ощущение, что я сам себя наживал. Потому что я думал, что это перец-перец, а это перец-дичь какая-то. Еще не понимаю смысла мед с перцем, когда у тебя перец сладкий. За понимание. Вот у нее острота, вот у меня эта остинка, которая здесь совсем небольшая, она мне больше напоминает специи. Там у нас что была? Корица. Настой водно-спиртовой перца красного сладкого. Спирт ароматной корицы, да. Это как будто какую-то приправу для чего-то вкусил. Так, сейчас давайте. Еще привет и еще привет. Я возьму какую-нибудь перцовку. Потому что я теперь не понимаю вообще, для чего ты послана на эту землю. Все брюхо. Итак, следующий привет властью, данным мне ютубом, отправляется Павлу Волошину из Варшавы, запятая скобочках, очень важно, парню с рязанской рожей от Алекса. Здоровья. Кому привет, пишите, привет и бесплатно, все остальное за деньги, поздравления и прочее. Вот она ни хрена не греет, но хотя, вот что здесь может греть по сути, кроме как ничего. Вот это, что это такое? Настой перца красного сладкого. Не, я ни в чем не разбираюсь, конечно, но зачем это? Итак, еще один привет, очень был странный. Значит, привет Олесе Беляевой, которую очень любят. Олеся Беляева, вас очень любят. Здоровья и любви. Все тут самое вкусное, это борщ. Магия монтажа, я вернулся. Я взял, ну то, что у меня есть в баре в наличии, считаю, что одно из самых таких не злых перцовок, просто чтобы понять степень грехопадения данной штукинции. Ну, блин, я в итоге буду бомбить. Немирович потемнее будет. А меня ж еще насторожило, где ж перцуля-то? Болтик, вот такой вот, который как Кремль стоял. Вот же наживали меня, или я сам себя наживал. Ну, тоже скажу про это все. Давайте на контрасте. Сябры. Они вам не бобры. Немиров, медовая, с перцем. Вот на контрасте, вот это перец, это хрень огородная. Сейчас будем по итогам. Сейчас я буду ругаться. Но для начала ценю. Все это дело продается у нас в КБ. Относительно новинка, там целая линейка. Вот это вот, сябреца. Ну, 279, 298 рублей. А теперь по итогам. Может, мне многие скажут, что ты сам не прав. Ты лох чилийский, мох исландский. Да, я, может быть, такой. Но вот я, как рядовой покупатель, я прихожу, вот я люблю перцовки, да? Очень люблю. Много обзоров на разные перцовки. Я что вижу? Медовый перец. Ну, то есть, я что понимаю? Мед, перец. Своей головой я тоже анализирую свой прошлый опыт. Всегда понимаю, что значит будет перец с медом, типа Немировая, типа всех остальных. Там очень мало перцовок, где нет меда. По цвету она тоже такая, ну пусть блекленькая, но напоминает перцовку. Но когда вот я попробовал и начинаю понимать, что она, во-первых, она не жгучая. Она больше отдает реально растениями, листьями. И вся вот эта вот некоторая жгучая терпкость, которая там где-то, где-то, где-то пробегает и, ну, тебя так умоляюще кричит. Не ругай ты нас, мы не виноватые. Это, наверное, от настоя там корицы и в общем этом всего сочетании. Вот жуки-маркетологи из расы зергов. Это вот полностью олицетворение вот этого вот маркетингового мракобесия. Когда человек вот просто, не знаю, цепанет, думая, что это перцовка, а здесь перец красный сладкий. Я повторюсь, может быть, красный сладкий тоже бывает горький, но тогда какое-то противоречие получается, да? Красный сладкий, он же горький, острый. Короче, ну давайте будем говорить честно. Это херабра, я вообще не понимаю существования подобной настойки. То есть это что, как безалкогольное пиво такое, да? Типа, я очень хочу перцовки, но очень не люблю перец. Вот как? Это вот тогда получается именно для такой категории. Ну если ты не любишь перец, не пей перцовку. Поэтому это двойбас на очень большого любителя. Поэтому если вы любите что-то жгучее, и чтобы это было действительно перцовое, остренькое, ну вообще, вообще не то. Если вы хотите поэкспериментировать просто вот от скуки, то почему нет? Как вариант. Выводы делайте сами, говорю свое мнение. Засем откланиваюсь. Всем пока. До скорого. Продолжение следует.